Всем привет, ребят! Меня зовут Варя, и как видите, сейчас я нахожусь на кухне. Сегодня я решила приготовить очень вкусный десерт и продолжить свою рубрику Кукингом. В общем, сегодня я буду очень готовить очень-очень-очень-очень вкусный желейный... Желейно-творожно-сгущённо-персиковый десерт. Я не знаю, как его назвать, но я знаю, что это будет очень вкусно. Итак, в общем, для него нам понадобится сам, в общем, творог. Также нам понадобится сгущёнка, но понадобится половинка порции, то есть половинка баночки. Далее нам понадобятся консервированные персики. В принципе, можно взять абрикосы, ананасы, но с персиками это нечто, я вам так скажу. Далее нам понадобится желатин, вода, кипячёная, но холодная. Вы поняли, то есть вы вскипятили и оставили. Меня, наверное, поняли, нет? Наверное, поняли. Ну и также нам понадобится ёмкость, где мы всё это будем блендерить и сам блендер. Итак, начнём наше приготовление. Первое, что нам нужно сделать, это наш творог высыпать в чашу для блендера небольшими кусочками. Нам понадобится одна упаковка творога. Но, в принципе, вы можете, наоборот, делить эту всю массу или, наоборот, умножить их на два. Далее мы берём сгущенку и выливаем половинку, примерно половинку банки сгущенки, так как получится нам самая нужная консистенция. Но, в принципе, вы можете добавить и больше. И всё это мы блендерим. Далее берём желатин и высыпаем его в нашу воду. Нам понадобится 25 грамм. Ну, или тут, как обычно, варил лоханул. Но, впрочем, ничего нового. Далее выливаем это в кастрюльку и мешаем до полного растворения. Главное, не переборщите. Выливаем в нашу смесь и перемешиваем. Перемешивайте тщательно, чтобы у нас всё растворилось и не было никаких комочков. Далее берём консервированные перчики, ананасы или абрикосы, что вам больше нравится. И режем. Главное, порезать на маленький кусочек. Не повторяйте моих ошибок, так как я нарезала большими кусочками. И они распределились не по всему десерту. И в некоторых местах было очень много творога, а не то, чтобы творога с персиками. Далее персики мы выливаем в нашу смесь. И всю эту смесь мы перемешиваем и вываливаем в тарелки йогуртницы, десертницы, что вам больше нравится. И всё это ставим в морозилку. Ой, в холодильник. Главное, не в морозилку, а то у вас будет лёд, а не десерт. И ставим примерно на 3-4 часа, в зависимости от мощности холодильника. Главное, не переборщите. Пожалуйста. Это очень важно. Вот и всё. Наш десерт готов. Он получился очень вкусным. И мы его съели за 2 дня, хотя у нас в семье 4 человека. То есть, если у вас большая семья, готовьте в 2 раза больше. И вам хватит, ну, примерно тоже на 3 дня. Вот так очень красиво он смотрится внутри. Это был весь рецепт. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.